Дорогие академики, лидеры компании Фаберлик, меня слышно? Отлично. Я очень рада сегодня встретиться с вами, дорогие академики. Новое время диктует новые правила. Сейчас онлайн обучение это модно, выгодно. И поэтому хочу сказать спасибо руководству компании Узбекистан за такую организацию, такого проекта Академии лидерства. Когда новички могут показать, попробовать свой бизнес сразу с таких знаний, с такого обучения, как Академия лидерства. Использовать такие знания наших топ-лидеров на своих опытах и использовать это сразу в практике. Дорогие академики, мечтайте, ставьте большие цели и показывайте свои результаты. Значит, сегодняшняя наша тема – это проведение мероприятий в структуре. Слышно, да, меня? Да. Проведение мероприятий в структуре. Значит, систематическое проведение мероприятий – это и есть залог роста и правильного роста структуры вашего бизнеса. Виды мероприятий. У нас бывает несколько видов мероприятий. Обучающие, мотивационные, мотивационно обучающие и, конечно же, выездные мероприятия. Начнем, значит, с обучающих мероприятий. Я сейчас кратко расскажу, что туда входит. Обучающие мероприятия у нас входит все, что мы делаем каждый день. Приглашаем людей, рекрутируем, презентации, обучение по продукции, работа с возражениями, кружки. Все, что мы каждый день обучаем свою команду, обучаемся сами – это все входит в нашу каждодневную работу. Можно обучаться и онлайн, и оффлайн, и по книжкам, и по тренингам. Это все называются обучающие мероприятия. Мотивационные мероприятия. Туда входят такие праздники, как Новый год, 8 марта. А главное, это наши открытые и закрытые звания, участвование наших новых лидеров, директоров. Вот это называется мотивационные мероприятия. Обычно мы проводим мотивационно обучающие мероприятия. Это все вместе, потому что бывает так, что мы и празднуем, отмечаем, поздравляем своих новых директоров с открытым, закрытым званием. И плюс, конечно же, там у нас есть свой отдельный пункт, там, где мы обучаем. Обязательно, чтобы человек пришел и взял что-то новенькое для себя. Поэтому в основном у нас мероприятия бывают мотивационно обучающими. И еще мотивационно обучающие у нас мероприятия, это как наша Академия Лидерства. Да, они в основном обучающие, но мотивация у нас классная, потому что, допустим, наша Академия Лидерства сейчас, это мотивация, это поездка в Египет. Поэтому в основном у нас мероприятия мотивационно обучающие. И, конечно же, у нас есть выездные мероприятия, которые мы выезжаем за город, на природу, в горы, для того, чтобы мы отдохнули, обнулились, перемена климата, перезагрузились. Вот после таких мероприятий действительно очень хорошие взлеты и очень хорошие результаты. Давайте поподробнее расскажу я вам о грамотном проведении мотивационных мероприятий. Для того, чтобы мы знали, что, когда именно будет, у нас должен быть четкий план графика от компании, какие дни, какие месяцы будут от компании мероприятия, чтобы не было стыковки. Поэтому планируем такие дни свободные. Значит, у нас должен быть план года от компании, от руководства, а потом мы уже от него отходим. В первую очередь мы должны что выбрать? Выбор удобного зала. Для того, чтобы мы знали, сколько количеств мы должны пригласить на мероприятия, мы сначала проводим такую лидерскую школу со своими ключевыми партнерами, обсуждаем, сколько человек будет с каждой командой, с каждого директора. Только от этого мы начинаем уже отходить и искать зал, конференц-зал. И чтобы зал, знаете, был какой, не совсем уже и большой, и маленький, чтобы была акустика, когда слишком огромный зал, информация идет не туда. А нужно, чтобы вы чувствовали спикер, видел глаза, чувствовал, доходит информация или нет, чтобы была обратная связь. Вот для этого нам нужно точное количество и подбор удобного зала, конференц-зала. Второе – это правильный выбор даты. Как мы планируем правильный выбор даты? Мы обычно должны просчитать. Во-первых, мы назначаем, допустим, если мы хотим провести мероприятие на 100, на 200 человек, да, допустим, итог, да, итог каталога. Вот этот итог мы систематически делаем, правильно, в течение этого начала, каталог закончился, каждые три недели мы проводим итог. Это мотивационное в основном мероприятие, и мы чествуем новые звания, новых лидеров, да, и мы уже точно знаем примерно сколько человек будет, значит, какую дату мы выбираем. Мы обычно выбираем ту дату, которую можно ждать побольше консультантов, чтобы они пригласили с собой побольше новичков. Конечно же, мы исключаем это дни пробивки заказов, когда закрывается пилотка, и дни, когда мы раздаем товар, товарные дни. У нас это два раза в неделю, товарные дни и пробивки пилотки. Поэтому у нас свободные дни, допустим, у нас вторник и пятница. Мы вот в эти дни назначаем все мероприятия. Значит, после того, как... Да, еще самое главное, нужно учитывать двухнедельный каталог или трехнедельный, потому что во время двухнедельного каталога немножко неправильно выбирать, вообще проводить мероприятие, потому что концентрация будет не та. Люди не смогут добрать заказ или как-то будут не этот... Ну, не собраны, поэтому желаем проводить трехнедельный. Так, значит, дальше. Конечно же, составляем план сценария мероприятия. План сценария у нас, как я сказала, бывает... Сценарии бывают мотивационно-обучающие. Бывают такие праздники, как Новый год, там уже будет много музыки, праздников, получается, что там 80% мотивации, 20% это чествование, да, поэтому, отходя от этого, мы планируем свой праздник, чтобы сделать акцент на дипломы, цветы, чествование новых званий или на изучение там какого-то нового. У нас бывает, что, правильно, такие мероприятия, когда мы посвящаем полностью обучению, поэтому, когда все в миру, удобно, когда 80%, допустим, это мотивация и 20% обучения, или наоборот, 80% обучения и 20% мотивации. У нас четкий должен быть план, тайм-менеджмент каждого участника, кто после кого участвует, кто сколько минут говорит, у кого ролик на сколько минут. Этим должен заниматься отдельный лидер. Вообще, лидеры у нас как весь праздник, все мероприятия мы распределяем, да, каждый лидер отвечает за свое задание. Поэтому, когда план составляем, мы составляем со всеми лидерами, ключевыми партнерами, и когда каждый берет свою часть, он уже отвечает полностью. И до мероприятия встречаемся, все обсуждаем несколько дней вперед, или встречаемся в группе, сейчас это модно, да, и после того, как праздник, мероприятие начинается, один человек ведет всех, уже предупреждает, поэтому у нас все плавно идет, каждый, кто за кем, и сколько минут ему выделено, он обязательно на это должен рассчитывать. Дальше, дресс-код. Конечно же, у нас бывают формы, да, определенные, белый верх, черный низ, или бейджики, или галстуки, вот это тоже нужно учесть. Это все делается заранее, где-то месяц до того, как проводится мероприятие. В последний день ничего не решается, поэтому, когда у каждого пункта есть свой ключевой партнер, который отвечает, тогда легче проводить мероприятие. Да, следующее, это техника и музыкальное сопровождение. Обязательно должен быть диджей, который знает, где какую музыку поставить, начиная с гимна, и все по порядку, да, когда у нас лотерея, когда у нас выходит каждый из спикеров, у нас так бывает, у нас так уже заведено, у каждого есть своя мелодия, и они выходят под эту мелодию, поэтому так удобно. Значит, атрибуты. Фотозона. Это самая наша любимая, да, фотозона. Особенно мы это делаем на большие праздники, да, 8 марта, Новый год. Обязательно должен быть фон специальный. Без этого у нас начинается мероприятие, во время и после это наше главное оружие, да, фото наша зона. Флайеры, билеты, дипломы и цветы. Каждый отвечает тоже свой ответственный человек, лидер. Лидер отвечает за флайеры. Флайеры должны быть яркими, красивыми. Мы тоже заранее распечатываем и продаем, чтобы уже до того, как мероприятие начинается, где-то дня 10 уже мы должны раздать все флайеры и уже собрать. Бывают платные билеты, бывают бесплатные. Это все зависит от организации, да, поэтому самое главное, чтобы люди уже планировали свой день, что вот в этом месяце, вот в этот день они уже придут на два часа на мероприятие со своими новичками. Поэтому флайеры, билеты, они, это самое первое, с чего мы начинаем. Дальше, дипломы и цветы. Это, конечно, тоже самое главное. За дипломы и цветы тоже отвечает отдельный человек, который все перепроверяет, чтобы не было такого, что у нас, слава богу, у нас такое бывает, что в последний момент открывают новые звания, поэтому этот человек должен очень ответственно отнестись к этому заданию, чтобы никого не пропустить. Обязательно должны быть цветы и дипломы на каждого участника. Так, следующее, это упакованные оригинальные подарки, промоушены, наши любимые промоушены, да, промоушены, подарки, лотереи. Это все должно быть уже отдельно, уже с ленточками, с оформлением, чтобы все было эстетично, красиво выглядено, да. Поэтому, когда составляем сценарий, у нас отдельные есть пункты, когда мы разыгрываем подарки. Это самое любимое. Все наши мероприятия мотивационные, основываются на наших подарках, на промоушенах, поэтому обязательно должны быть красивые, аккуратно упакованные подарки. В основном мы делаем это из нашей любимой качественной продукции, потому что лучше нет другого подарка, как наша продукция. Очень важный, очень важный пункт – это делегирование. Назначить нужного лидера, ключевого партнера на каждый пункт – это должно быть видение, потому что этот лидер должен это сделать лучше, чем вы. Допустим, у каждого есть свой конек, у каждого своя способность, поэтому отдельно за цветы и дипломы должен отвечать такой человек, который понимает в этом, понимаете. Поэтому за фотозону тоже отдельный человек нужно назначать, уметь именно того человека, который это сделает на 100%. Так, и вот самое еще аккуратное, такое ответственное задание – это составление списка расходов. Для этого нужно выделить отдельно бухгалтера, бухгалтера, который соберет заранее, вовремя, рассчитает все, все просчитает, соберет все деньги и уже даст отчет. И он будет от начала мероприятия до последнего отвечать за все расходы, потому что без этого никак нельзя, чтобы праздник прошел красиво и на высшем уровне. Здесь должны быть четкие расходы, точно. Поэтому обязательно каждый спикер, каждый ключевой партнер, который отвечает за каждое свое задание, постоянно советуется со всеми. Это мы делаем сейчас во время карантина, это уже у нас нет другого выхода, собираться часто не можем, мы уже привыкли к тому, что мы можем открыть группу и обсудить все какие-то там недостающие моменты, что-то у нас там новое, что-то появилось, какие-то расходы, или что-то еще поглубже объяснить. Поэтому обязательно до 2-3 дня до того, как начинается мероприятие, мы должны это все обсудить, все прорепетировать. И этот человек, который за все отвечает, он во время мероприятия тоже следит за всем, кто когда выходит, у кого время заканчивается. Вот этот контроль идет от мероприятия и до конца. Поэтому когда все правильно организовано, все проходит на 100% отлично. Один человек не сможет это мероприятие провести, поэтому обязательно после того, как, вот я вначале сказала, систематическое проведение наших мероприятий, это залог нашего успеха. И вот я о чем еще хотела сказать, что с какого уровня мы начинаем проводить мероприятия. Допустим, каждодневное наше обучение, это 6-9% уже лидер в офисах или где угодно, сейчас же у нас как уже, мы не так, что мы постоянно собираемся в офисах, в кружках, уже лидер может проводить мастер-классы, читать презентации, да, 9%. Это уже для него как бы маленькая школа, да, это опыт. Но уже начиная с директорства, уже директор, каждый каталог должен проводить, брать ответственность на себя, проводить итоговые мероприятия, итоговые школы, мотивационные. Это уже систематически, да. Поэтому мы уже готовим своих лидеров сначала проводить школы. Поэтому где-то уже после того, как директорство, после того, как директор проводит итоги уже созвания уже старшего, серебряных директоров, директора уже проводят на большое количество, не просто итог своей команды, а уже на 200 и более человек школы проводят самостоятельно. А выше уже золотого и рубиного директора уже можно проводить школы, онлайн-школы на 300, 400 и более консультантов. Поэтому ответственность проведения школ нужно учить своих консультантов уже с раннего возраста, 6-9%. Как только 6-9% консультан берет ответственность, начинает проводить мастер-классы и кружки, и читать самостоятельно презентации, значит, он уже спокойно сможет проводить итоги и большие мотивационные обучающие мероприятия. Это я вам рассказала о мотивационных мероприятиях, и, конечно же, у нас бывают выездные мероприятия. Выездные – это самые любимые наши мероприятия, когда хочется пойти отдохнуть, выехать за город, можно недалеко, но там, конечно же, уже организация немножко другая. Заранее уже находим, в какой город вы поедете, в какую гостиницу. Значит, отдельно мы договариваемся. Опять-таки, здесь все начинается с расходов. Обязательно все просчитываем. Сколько это будет стоить? Гостиница, дорога, питание, плюс форма. Все это, когда уже просчитываем, мы уже имеем примерно, не примерно, а точную сумму билета. поэтому выездные мероприятия нужно это заранее, где-то два месяца вперед или полтора месяца заранее запланировать, и уже все рассчитав, просчитав, также каждый лидер отвечает за свой пункт, организовываем и проводим вот такие выездные мероприятия. Тем более, после карантина сейчас это нужно, и я сама по своему опыту знаю, что выездные мероприятия дают очень хороший результат, лидеры растут минимум на два уровня выше. Поэтому я советую нам всем проводить мероприятия обучающие, мотивационно обучающие мероприятия, да, и, конечно же, выездные. Я желаю всем академикам я желаю всем академикам удачи, потому что ваш сейчас случай онлайн-обучение это очень удобно, сидя дома, не выезжая, вы можете легко слушать, впитывать всю информацию, которую дают нам замечательные наши топ-лидеры. Спасибо вам большое за такие знания, за ваш ценный опыт, применять сразу на практике и ставить большие цели и, значит, добиваться результатов. Девочки, ой, дорогие академики, у вас больше шансов выиграть, потому что сейчас такое время, многие обучаются онлайн и легче работать. Поэтому я желаю вам удачи, дай бог, что на следующий год мы как много больше победителей будем поздравлять и видеть ваши селфи и ролики с Египта с вашим участием. Я желаю вам всем удачи. селфи селфи